Так, топ 10 вопросов, которые сделают вас чуточку ближе к друг другу. Вот задайте их любимому человеку, допустим, сегодня вечером после рабочего дня, чтобы узнать друг друга чуточку ближе. Поверьте, даже если вы долгое время вместе, вам всё равно будет интересно. Всего лишь 10 вопросов. Вы даже, знаете, можете их разделить, какую-то часть сегодня вечером, какую-то часть завтра и так далее. То есть устроить такую некую игру. Итак, первый вопрос. Опиши свой идеальный день. И вот здесь важно внимательно выслушать партнёра, потому что он говорит достаточно важные для него вещи, какие-то детали. Дальше. Назови какую-нибудь маленькую вещь, которую я могу делать каждый день, чтобы порадовать тебя. Опиши какую-нибудь маленькую вещь, которую я могу делать каждый день, чтобы порадовать тебя. Соответственно, тоже записываем и понимаем, насколько мы можем себе это позволить. Если можем, то, конечно же, реализовываем. Что приносит тебе радость? Это вопрос номер три. Что приносит тебе радость? Тут человек начинает вспоминать какие-то события в жизни, яркие события в жизни. И вы как раз-таки можете прослушать, если вы в этих событиях, то есть уже узнаёте контакт. Дальше. Что тебя больше всего рассмешило? Допустим, Сионе. Или какое-то яркое воспоминание есть со смехом. Тем самым вы погружаете человека в эти яркие позитивные эмоции, и уже вечер меняет ключ. Следующий вопрос. Чего ты стесняешься? Тут уже мы затрагиваем тему страхов, но всё равно партнёр чувствует вашу заинтересованность и начинает раскрываться. Важно не задавать этот вопрос первым, потому что может быть такое, знаете, отторжение. Типа, стоп, ты куда полезла? Не лазила, а тут здравствуйте, полезла. Какое событие в своей жизни ты вспоминаешь чаще всего, когда хочешь порадоваться? Какое событие в своей жизни ты вспоминаешь чаще всего, когда хочешь порадоваться? Это тоже наталкивает на размышления, и вы для себя можете выцепить ту самую ниточку, ту самую эмоцию, которую можете дать твоему партнёру. Какой факт о тебе удивит твоих родителей? Мы лезем в секретные ловушечки. Какой факт о тебе удивит твоих родителей? Дальше. Какая суперспособность... Вернее, не так. А если у тебя завтра появится суперспособность, то какой бы она была? Если у тебя завтра появится суперспособность, то какой бы она была? То есть тут человек рассказывает, чего ему не хватает, и где у него такие, скажем так, пробелы идут. Где бы ты хотел провести своё самое шикарнейшее свидание? Это мы уже на карандаш берём и записываем в наш фиш-лист, по-моему, как так называется. Фиксируем и при первой возможности свидания вперёд, если позволяет, конечно же, финансы. Ещё последний вопрос. Что нового тебе хотелось бы попробовать вместе со мной? Что нового тебе хотелось бы попробовать вместе со мной? Это вам и идея для свидания, и раскрыть немножечко больше своего партнёра, потому что если вы уже вместе давно, то, возможно, где-то уже есть такие пробелы. То есть можно снова начать изучать друг друга. Ещё раз говорю, что в идеале вообще эти вопросы не вечером одним забить, да, это будет достаточно тяжело, а разбить на несколько подчастей, и у вас уже такое, знаете, разнообразие. Но ещё больше у вас будет разнообразия, когда вы начнёте слышать обратную связь от твоего партнёра, что он вам говорит. Важно услышать, ну и не только услышать, но, конечно же, применять, потому что послушав и ничего не сделав, ну это так себе работка. Услышали, применили, получили результат.